Сергей Безруков и Ксения Рапопорт, Фёдор Бондарчук и Паулина Андреева, Иван Ургант, Виктория Исакова, Игорь Верник, Вадим Верник — это не перечисления звёзд с красной дорожки, это актёрский состав одного конкретного фильма. Но самое удивительное не в том, что все эти люди на одной ленте собрались, а в том, что эта лента — дебют 25-летнего режиссёра. Имя ему Александр Молочников, Саша Свет из сериала «Пушкин», Илья из «Холодного фронта», Романа Волобуева, актёр и режиссёр МХТ, а теперь ещё и автор фильма «Мифы». Молочников совершенно безумный в хорошем смысле, ответственный, потому что это его текст, его репутация, его договорённость, потому что я смотрел со стороны, как мои коллеги, большие состоявшиеся артисты с именами, с готовностью отдавали себя Молочникову для невероятного глумления, и смеялись над собой — это тоже редкость большая. Фёдор Бондарчук в мифах играет сам себя, как и все остальные, то есть как играют, издеваются над самими собой. Ургант не может не шутить, Безруков сыграл все существующие роли, а Бондарчук — хоть и надежда отечественного кино, но долго не проживёт. Слушай, Кока, может, ты, конечно, не читал, но за это время я стал единственной надеждой русского кино. Меня нельзя вот просто так вот в лес вывезти. Сегодня никого нельзя вот так вот просто куда-то везти. Да, ну мы же едем. И все они ещё и поют. Молочников с продюсерами, кажется, нашёл идеальный аргумент для переговоров с большими звёздами. Отказаться — значит, расписаться в отсутствии самоиронии. Тем более, вон уже сколько друзей согласилось. А если друзья — значит, ко всему прочему будет просто весело. Кажется, что всё это так весело, но комедия достигается обычно большим трудом артистов прекрасных, которые пошли. Главное, что они пошли на это. Мне кажется, что это очень круто. Это требует такой самоиронии, отваги, смелости. И я их ужасно уважаю и ценю. И они крутые. Больше, чем на экране, селебрити только в зале на премьерном показе. Это событие напоминало главу из известной истории о художнике Незнайке с очень похожей реакцией. То есть зал, конечно, смеялся, но отнюдь не на каждой шутке. А вышли из зала герои картины и вовсе озадаченными. И пойди тут пойми, то ли звёздная самоирония, как и у жителей солнечного города, не абсолютно, то ли Незнайка и, правда, невеликий художник. Ты можешь сыграть всё то же самое, только по-другому. Ты думаешь, Пушкин садился переписывать свои стихи на старости лет? У Пушкина не было старости лет. Бедняга.